Метан или пропан? Извечный вопрос для автомобилистов, которые решили сэкономить на топливе. Мнения разнятся. Кому-то не по карману газобаллонное оборудование, другим вопросы безопасности важнее. Для остальных и вовсе машина на газе – это уже не машина. Так кто прав? Узнаем мнение всех сторон. Жиженый газ, пропан-бутан, является высококачественным топливом. У него высокое октановое число 105-110. Мягко сгорая, работа двигателя улучшается, и ресурс его продлевается на 30%. Служба свечей на 40%. Шум двигателя уменьшается от 3 до 8 дБ. Во-первых, газобаллонное оборудование, которое ставится на машины, оно компактно. Баллоны, которые используются, цилиндрические или тероидальные, они очень легкие. От 23 на легковых машинах до 50 кг пустые. Очень удобно их можно поместить в нишу для запасного колеса. На сегодня у автомобилей, потребляющих пропан, самым распространенным встречается оборудование четвертого поколения. Один из минусов – автомобиль сначала заводится от бензина, потом автоматически переходит на газ, но теряет в мощности около 7%. Лучшим считается более современное, пятое поколение оборудование. Там и вовсе машина заводится сразу на газе, и расход бензина и газа идет один к одному. Но в народе часто задаются вопросом, сушит ли двигатель такая система, и как быть с его ресурсом. Сушит бензин, он когда стекает по поршням, вот, и как раз он смывает это масло. Поэтому пропан, он очень, как бы, он хорош для двигателя. Я подчеркиваю еще раз, он увеличивает ресурс двигателя. Ценовая политика здесь, она, конечно, немножко расходится в зависимости, потому что, если вы ставите итальянское оборудование, естественно, оно будет дороже. Вот, Новогрудское – это более устаревшее, оно будет дешевле. Если вы катаетесь немного, вам полгода будет достаточно для того, чтобы купить ваше оборудование. Безопасность – вопрос, пожалуй, самый важный. Экономия – это, конечно, хорошо, но свое здоровье, здоровье родных и окружающих превыше всего. Газобаллонное оборудование, которое устанавливается на машине, это одно из самых безопасных оборудований, что касается топлива. Европа дает предпочтение пропановским заправкам. В Сеуле, допустим, они вообще предпочитают машины только на пропане. У них даже нет бензиновых баков. Так что это безопасность и давление рабочее у нас 16 атмосфер. Переходим через дорогу и упираемся в каком-то смысле в конкурентов. Есть даже народная реклама по этому поводу. Машина на метане – деньги в кармане. О плюсах и минусах такого вида топлива узнаем у специалистов. Экономическая составляющая, в первую очередь, цена – 5 рублей 50 копеек по сравнению с бензином, как бы намного меньше получается. Плюс расход автомобиля, переведенного на метан, он меньше, чем бензин, получается, употребляет. Где-то на 0,9. Если он 10 литров кушает бензина, то 9 кубов метана будет. То есть, опять же, экономия. Во-вторых, как бы, ресурс двигателя увеличивается. Экономятся тоже денежные средства на замене масла, замена фильтра. Сушу там двигателя или нет? Это предрассудки, потому что в двигателе предусмотрена конструкция системы смазки двигателя. И она, как бы, смазывается трущейся деталью. Для этого она и рассчитана. А бензиновые двигатели, вот, дизельные, как бы, жидкость, наоборот, вымывает масло, масляную пленку. Также и нагар образуется при сгорании газа. Не образуется нагара, как бы, и за счет этого тоже увеличивается ресурс двигателя. Нет абразивных веществ этих, которые трут деталью. В отличие от пропана с рабочим давлением в 16 атмосфер, у метана эта цифра намного выше и достигает 200 атмосфер. Но, по словам специалистов, баллоны изначально тестируются на 300 атмосферах. Поэтому повода для волнения нет. А если и есть утечка метана, то он испаряется, подымаясь вверх, так как он легче воздуха. В плане безопасности водители автомобилей, оборудованные газобаллоны, оборудованием проходят обучение раз в три года сейчас. Нашим автомобилистам повезло, в принципе, с ценой на метан, так как вот на Украине тоже 13 гривен, у нас 5,50, то есть, как бы, подешевле намного. Цена сейчас на оборудование чуть упала, как бы, по сравнению с прошлыми годами. Поэтому, если человек ездит, там, 15-2 тысяч в год накатывает, то год-полтора и окупается. Решайте сами, какое именно оборудование устанавливать на ваш автомобиль. А нам стоит в дальнейшем пожелать вам лишь быть внимательнее на дорогах ни гвоздя, ни жезла.